Всех приветствую! Вот я приехал в городок, так называемый Кватленбург, и что мне бросается сразу в глаза? Что-то как-то она очень действительно похожа на церковь, этот Бург, так называемая крепость. Тут сразу бросилось в глаза такое засыпанное здание, одни маленькие окошки торчат. Такое ощущение, как будто полдома засыпало, мимо пройти нельзя, такие же есть арочки, вроде как двери, не двери были, непонятно, если двери, то для каких-то люпутов, или остальная часть двери была гораздо ниже, вот такие вот стены остатки, и пристроенные к ним уже балочные такие, балочно-кирпичные домики. Вот тут двери здесь вниз, что-то там закопались, к сожалению, дверь закрытая. Ну, честно скажу вам, не знаю, может кто-то и увидит какую-то крепость здесь, в каком-то месте. Где-то пару часов, так как я был с ночи, и поспал, поехал, в общем, времени очень много было. Поэтому пару часиков там быстренько пробежался, что смог более интересное снял. В общем, как везде, где-то, да что-то закрыто, доступа нету. Я, конечно, прекрасно понимаю, что мне придется сюда, как минимум, пару раз еще приехать. Ну, первый раз это, конечно же, как странно, крепость, да, а там все-таки внутри стоит орган, в этой крепости. Поэтому хочу съездить на концерт, записать органную музыку. В общем-то, концерт органа, посмотрим, что получится из этого, не знаю. Можно ли это вообще сделать или нет, надо будет посмотреть. Там где-то вот окна заложены, где-то непонятно, так выглядит, как будто то ли двери заложены, то ли что. В общем, впечатление такое совершенно неоднозначное, потому что очень много, очень много, просто безумное количество переделок. Какие переделки, в какое время делались тут, конечно, это, столько информации надо перелопатить, даже не представляю. Ну, какие-то вещи, конечно, можно увидеть, что они оригинальные, как вот это, что-то вроде лавочки внизу. Где-то кирпичи торчат среди камней красные. Ну, в общем-то, сейчас я вместе с вами смотрю на это, как бы, второй раз. Там я прошелся, снимал, когда. Обычно смотришь потом, и что-то новое для себя видишь. Может, когда торопишься немного, можешь что-нибудь и не увидеть. Вот, видите, там сам внизу вроде арка торчит, потом вроде какое-то окно было, сверху еще одна арка. В общем, непонятно, что тут вообще было. То ли какой-то лаз, то ли дверь какая-то когда-то была, то ли просто окно было. Может быть, я сейчас еще-нибудь второй раз увижу именно на видео. Ну, видите, там окна квадратные, какие-то остатки арочных окон. Ну, опять же, арочные окна с кирпичей. Над воротами еще вроде какая-то арка проглядывается, как будто она была чуть правее. Вот этого я, например, не видел, сейчас вижу. Ну, стена тоже тут вообще не поймишь. Может быть, низ стены оригинальный, потому что сверху идет, снизу она шире, сверху идет уже там перемешка с кирпичами, или просто при реставрации у них камней не хватило. Просто не знаю, как это объяснить, представления не имею. Вот, видите, здесь просматривается сверху еще одна арка была. Ну, это ладно, потом я еще, когда на обратном пути шел, я кое-что заметил, и прямо остановился на этом месте очень серьезном. Хотя и здесь вот видно. Конечно, вот туда шел, как-то я снимал, и вроде, ну, только начал, в общем, поэтому немножко торопишься. Топишься, и какие-то вещи не замечаешь. Потолок полностью арочный, такой прям кругленький. Камни проглядываются неплохо. Вот сверху вроде арка где-то была под самым потолком. И что там было, то ли это ворота были такие огромные. Круглым одни арки, в общем, переделок просто море. Тут же вот эти балочно-кирпичные строения уже сверху. Ну, это, скорее всего, уже достраивалось, как на каких-то остатках вроде, такое ощущение выглядит. Возможно, это вот, как я говорил, что как на скорую руку, по-быстренькому надо слепить. О тех вот домиках деревянных я тоже еще разок подумал, и, в принципе, ну, вот здесь, если купола приделать другие, поставить туда эти колокола, вот вон, и, в принципе, это готовая церковь. Не знаю, в каком месте здесь крепость. Я вот сейчас второй раз смотрю, и я опять не вижу ничего тут от крепости не могу увидеть. Может быть, кто-то увидит, напишите мне в комментариях. Потому что я сейчас с вами вместе смотрю, как было первый раз, а я, получается, второй раз, первый раз я натурально видел это. Камни тоже очень много, ну, это, в принципе, понятно, очень много камней, да, реставрация, где-то их меняют со временем. Какие-то камни твердеют, а какие-то наоборот, есть они немножко как начинают рассыпаться. Ну, конечно, масштаб, как бы здесь, не очень понятен, все-таки, вживую все это гораздо больше смотрится по-другому немножко. Вот такое круглое окно прилепили. Не посмотрела, к сожалению, какого года, но я посмотрю, если что, в описании добавлю, какого года. Хотя, если честно сказать, по официальной истории, вот, года смотреть, это, ну, немножко, как-то уже странно становится. Ну, тут, вот, снаружи, именно, вроде, ничего такого особо интересного, как бы, нет, все нормально. Нормальные стены, нормальные окна, там, конечно, дальше будет поинтереснее. Ну, точно туда, вот, на те башни, ну, вот, на такой высоте находится, может быть, из-за высоты решили сделать это все-таки крепостью. Ну, в принципе, церквей очень много на высоте, как бы. Ну, честно говоря, такое ощущение, что, ну, есть у свободных исследователей, так скажем, версия, что церкви не были церквями, поэтому, тут, если, допустим, с этой теорией согласиться, то, да, кто, когда решил, где будет какая церковь, а где будет что-то другое, если на возвышенности какие-то тут стены оставались, то можно и к крепости приписать. Ну, вид, точно вам скажу, идешь, когда со стороны, вот, далека я вышел, там, у меня ощущение было, что я иду в церковь, а не в крепость. Честно говоря, в этом городке, вот, немножко пробежался, ну, даже когда туда ехал, уже видел. В общем-то, теория вот этого, что я там говорил, есть теория, что вроде, как бы, сверху что-то выпадало в виде жижи или в виде земли сыпалось и так же с дождем, и в результате получалось, как бы, грязь, каша, и она потихоньку стекала. И вот, проходив по этому чуть-чуть тут вокруг городку, действительно складывается такое мнение, что стекало во все именно стороны. Там, там дальше я, конечно, покажу, еще будет хорошо видно, ну, конечно, по видео нельзя определить, будет сторону света, но я скажу, где какая сторона, поэтому тут, скорее всего, вот, кто-то из свободных исследователей выдвигал такую версию, я хорошо ее помню, к сожалению, не помню, кто конкретно, что вроде как сверху, допустим, если там есть еще версия, что одна или две луны были уничтожены, разные варианты, и что-то, если сверху падало вниз, и вот, как жижа, если такая густоватая, она стекала, дом обтекала, и получается, с одной стороны окна сильнее, как бы, утонули, а с другой стороны меньше. И вот, когда ходишь по этим склонам, а здесь очень такая неровная местность, это здесь, по одной же гор, ну, можно сказать, уже начало гор, так скажем. Здесь, таки, холм на холме, в общем, очень серьезные перепады, высоты. Ну, если кто не видел прошлое видео, я показывал сверху вид, это, сверху вид, это тот же самый вид, вот эти два, две башни, они смотрятся, как у начала креста, креста, два кубика, и пошел туда далее, крест, настоящий крест. И вот, видите, там заложено, там дверь высокая, там лавочка вот стоит за лавочкой, арку отлично видно. То есть, низ такой весь каменный, а верх вот уже такой балочно-кирпичный. Вот такие огромные ворота, ну, тут выглядят, действительно, как ворота. Что там было ранее и известно, конечно же, по крайней мере мне. Ну, честно говоря, у них спрашивать, я тут уже немножко официальную историю послушал. Ну, это, конечно, очень интересно. Ну, самое интересное, я тут с одним знакомым разговаривал с немцем, он так убедительно мне говорил, что вот это у него подвал, там пару метров, это культурный слой. То есть, вот так раньше, ну, как бы, мусорили, видать, сильно. И вот, он в это вот прям верит истинно, для него два и более метров. Тут много закрытого, много заложенного, ну, дальше еще будет веселее. Ну, вот само помещение, ну, если бы была эта церковь, я бы, например, понял, там, вот видите, где арка большая, и там проход идет туда, где зал самый большой, и там стоит как раз орган. Там и проходят органные концерты. Тут, видите, одно на другом, в общем, как тут было, совершенно невозможно сказать, причем еще взяли, заштукатурили. Кругом одни арки, кругом все заложено, просто даже стоишь, смотришь и не понимаешь, где тут, в какую сторону смотреть, чтобы хотя бы чуть-чуть сориентироваться. Сколько же раз тут перекладывалось, все это переделывалось. Ну, там, видите, стоит как щит, и за ним, видите, проглядывает кусочек арки. То есть здесь прямо через арку заложили арку, потом тут стену прилепили, вот она с другой стороны. И здесь остаток этих ворот, или таких огромных дверей, очень высокие, там, не знаю, метра четыре, туда вставили вот эти копья. Сколько раз тут эти окна переделывались, тоже неизвестно, конечно. В общем, вообще ничего не понятно, вот этот кусок арки такой. Какие-то, вот видите, мужик идет и прогибается. Какие-то очень высокие, какие-то очень низкие. Вот, посмотрите, слева там были. Ну, вот эти камушками, наверное, пушка стреляла. Честно говоря, как-то она совсем на пушку не похожа. Про пушки я тоже много видео посмотрел, также свободных исследователей. И здесь что-то, как-то на пушку она действительно совсем не похожа. Конечно, туда немножко было проблематично проходить с этой стороны. Ну, вот такая вот она. В каком месте тут пушка была, я так и не понял. Где-то надо было вроде как туда фитиль подносить. Я не нашел, честно говоря. Если, может быть, она боком лежит, где-то с другого места. Но то, что я видел там, ничего, как-бы от пушки совершенно должно. Пыска не будет. И вот, когда я сюда пришел, чуть-чуть дальше, по-моему, здесь я еще смотрел. Ну, такие, знаете, какие-то новоделки. Особенно вот этот топор. Ну, это просто... Меч еще может быть какой-то старенький. Ну, топор, честно говоря, не очень совсем похоже. Хотя, конечно, не берусь утверждать, но... Вот это вот, я так и не понял. Тут ограждение, есть такая веревка висит. И вот, к сожалению, поближе подойти, хотя бы пальцем постучать. Что это такое, я так и не понял. Может, кто-то знает, напишите. Если это камин, то какое место дрова закладывать? А там совершенно нет ничего такого. Я, честно говоря, не знаю, что это было. Такие потолки. Ну, камин здесь, как бы, совершенно невозможно топить, получается. Даже представления не имею, как он отапливался. Но, если был другой климат, то, да, как бы, все понятно. Тут вот камни под окнами. Как раз видать, какой-то ремонт идет. Здесь кирпичи. Ну, понятно, может быть. Закладывали, перекладывали. Ну, отоплением, честно вам скажу, тут и не пахнет. Ни каминами, ни чем-то другим. Как эти помещения зимой тут, как они находились? Тем более, зимой я здесь, знаю, очень сыро. Если помещение не протапливать, то просто плесенью все зарастет. И вот в этой комнате у меня сразу прям в голову влетели. Я не знаю, даже как вот прям влетело. Кто-то, наверное, может слышал Александра Новикова. Ходят, как там пион, сейчас попробую вспомню. Ходят, смотрят, ротозеи. Да на брошке есть дерьма, по-моему, так. Вот это тоже, что такое стоит. Я тоже не понял. Вроде печка, не печка. Если печка, то где-то что-то должны быть. Трупы или что, ничего нет. В общем, кто-то тут спал. Ну, наверное, очень толстая перина и он не мерз. А вот типа, вроде как, это туалет такие были. Ну, в какое-то время, наверное, они все-таки и были такие туалеты. В общем, когда сюда зашел, тут совершенно, вот действительно, сразу Новикова вспомнил. Вот это вот, что такое? Копье вроде подстаринное. И там что-то проволоки намотано. Причем такая идеальная проволока. Как будто ее уже современную взяли и намотали. А там даже есть фотографии с такими же копьями, вот с такими же намотанными проволоками. То есть, производство проволоки такое идеальное было когда-то. И здесь я пошел в какой-то туннель, честно говоря. Пока сюда дошел, я уже заблудился, где я был. Вот такая кирпичная арка, когда она была за... Не знаю, даже не знаю. То есть, здесь камни, тут кирпич. Внутри вот такие колонны стоят. Честно говоря, как это можно было строить? Такие колонны, потом там сколько камней. Конечно, немножко сложно даже представить. Такую кучу просто там гора, целая камней вот в таких колоннах стоит. Получается, вот эти колонны, вот эти огромные завалы камней там просто держат. И вот эту дверь, вот смотрите, выходит женщина. Вот такие мальпусенькие. Я пригнулся и все равно чуть головой не ударился. Ну, здесь вроде как вырубили. Там что-то вот какой-то люк, не люк там гипсокартоном. С одной стороны что-то уже закрыли. Непонятно, для чего закрыли. Ну, в общем, это вроде как в скале вот в этой известняковой вырота. То есть, одна сторона закрыта. Почему закрыта? Что за этой стеной? Вот сейчас слева там гипсокартон. Совершенно непонятно. Немного спрятанного. Поэтому, совершенно невозможно, по-моему, ничего сказать. Единственное вот, как бы догадываться. Там, видите, такая арка на такой высоте, здесь ниже. Там кругом опять камни везде были. Тут кирпичи опять. Ну, ладно, реставрация была, наверное, ко мне не хватило. При реставрации решили кирпичи воткнуть. Ну, все же, конечно, интересно. По-любому, я еще разок съезжу. Наверное, возьму товарища. Два глаза хорошо, а четыре лучше. И мы походим там немножко. Именно в свой выходной съезжу и посмотрю. Вот здесь вот все странно тоже. Гарочные и с правой стороны раз и закрыли. Все, тут нету прохода. Вот такие вещи торчат из стен. И вот, в общем-то, объясняйте сами, как хотите. У меня, честно говоря, нету воображения, что тут вообще могло быть. Для чего вот это так сделано. Вот такие камни вот так с обеих сторон выступают. Такими ступеньками. Вот туда видим арка идет налево. И раз тут закрыто все. Прохода туда нету. Что там закрыли, представление не имеет. И вот я уже на выход пошел. Здесь вы видели слева кирпичи. Тоже кирпичей, в общем-то, везде хватает. Вот здесь я обратно шел. И сейчас вот четко пытаюсь показать. Увидел арку вот на такой высоте. Вы представляете, какая-то арка была огромная. То есть она уходит еще вправо. Такое чувство создается, что справа еще что-то позже пристроили. И вот тут я остановился. Увидел все-таки. Хорошо разглядел. И вот тут ворота. Потом над воротами еще одна арка. Я поднимаю голову и вижу и еще одна арка. В общем, как тут, что было. То есть одна, вторая, третья. Они, получается, как бы сверху вниз видошли. Большие, а потом люди поменьше стали сделали поменьше. А потом вот наши стали уже совсем маленькие сделали совсем маленькие. Получается там сколько цивилизации? Одна, две. Получается третья. Переделали уже под себя. И вот там арка с этой стороны также торчит. Какие-то в окна там непонятные. В общем, это там. И вот здесь я попытался показать. Видите, уклон идет сюда. И дом вот так сюда. И все сюда стекало, стекало. И вот оно так и получается. Вот сюда уклон идет. И сюда вот так и дома уходят. То есть здесь чуть больше, там чуть меньше. Но это надо будет еще хорошенько походить и поснимать. В общем-то я пока до сюда доехал. Я все тоже самое видел. И причем там спуск был. Потом опять подъем. Потом опять спуск. В общем-то везде одно и то же было. Везде окна торчат. В общем-то из земли кончики окон везде торчат. И вот я попытался на другую сторону посмотреть. Все-таки хотел найти где-то хоть что-то похожее на крепость. И вот здесь только увидел вот такие укрепляющие стены. Ну туда колокол и все готовая церковь. И можно говорить, что это церковь. Не знаю. Что-то ее решили все-таки сделать крепостью. И вот эти стены, они вот знаете как укрепляют просто почву. Чтобы не было обвалов, не было смывов. Вот одна стена, другая, третья, там четвертая. В общем стена на стене тут. Даже не знаю сколько стены. Там видно было. Есть лестница, есть ступеньки, есть проход, перила металлические. Но вход туда закрытый. В общем с этой стороны нельзя походить туда. Доступа нету совершенно. В общем я туда дальше дошел конечно до края. Я посмотрел, что все. На этом мои исследования пока закончились так скажем. О этой крепости так называемой. Ну вот кто когда решал, к какому знанию, чем быть. Не знаю. Только догадывался скорее всего. Ну может быть когда-нибудь, где-нибудь всплывет информация. Поживем увидим как говорится. Ну вот такая огромная стена. Здесь совершенно ничего нету. Ну стена честно говоря выглядит свежеложенная. Довольно свежая стена. Не знаю ее реставрировали или прям по новой все полностью выложили. Не могу сказать. Выглядит она практически вся как новая. Вот здесь калиночка есть. Там такой узенький вход. Вот уже закрыто на замочек. С другой стороны конечно нормальная калитка была. И нормальный вход. Нормальные ступеньки. И тоже все на замках. В общем с этой стороны к сожалению доступа нету. И вот здесь такие же перепады. И вот укрепляющие стены от этого грунта. Там на самой дыре дома стоят. Опять же стена. Там дома раньше были. Или может быть что-то было другое. А дома уже стоят на этом. Что оставалось там на фундаментах. Как все предполагают многие. Я честно говоря это уже как бы понял. Ну вот такие здания есть. Ну это в моем городе я еще снимал по-моему. Это я еще там снимал. Да. Вот как раз уклон идет туда. Это уклон на север идет. В общем справа мы видим чуть больше. Слева меньше. Ну тут скорее всего похоже что стена наполовину свежая. Болозуны. Но вряд ли она реставрированная. Это все может быть. Может и реставрированы. Там где-то арки и скалы торчат. Ничего арки сделаны. В общем совершенно непонятно. Клявская скала торчит. Ну вот тут кто-то живет. Бассейн там стоит. Как себе. Прикольно. Так. Ну все-таки я решил поедем ступеньком туда забраться. Это вот. Которую перед этим гору я снимал. Забраться то я туда забрался. Но к сожалению ничего интересного я там не увидел. По крайней мере в этот раз. Ну вот такой туда вход. Честно говоря. Ну я бы очень-то хотел там жить. Есть такие перепады. Получается вот этот человек внизу живет. За спиной у меня сосед. Ну то есть живет над ним. Все-то меня напомнило вот это итальянские такие улочки. Там здесь у них тоже. Резкие перепады. Дома стоят туда как попало налепленные. Вот здесь что-то похожее. Может быть когда-то здесь что-то было серьезная какая-то постройка. А потом налепили вот это вот все. Ну а со стороны поменять если вот эти шпили. То получится нормальные купола вот такие же как в моем городе. Прям один в один. Просто их сделать повыше. Так скажем заострить. Да вот это я уже в своем городе. Как я говорил я хочу на другую сторону. Но здесь к сожалению все-таки нет такого уклона. Вот здесь я попытался снять. Не знаю сейчас посмотрю. Из-за забора видно не видно. Нет к сожалению я не вижу. Надо паузу потом сделать еще раз посмотреть. Там кирпичи. То есть вниз идет кирпичная стена. Кто-то там что-то делает проводит. И вот такие вот здесь подземелья торчат. Ну это явно уже переложенные. отреставрированные. Реставрированные. А здесь вот просто этажи. Получается первый этаж вот в подвале он. И вот если идет это уже на юг идет уклон. И тоже такие же окна торчат. Специально я тут немножко остановился чтобы окна было видно. в общем по крайней мере на сегодняшний день у меня таки складывается вот что вот эта версия очень похоже что все-таки сверху что-то выпадало. На этом пожалуй все. Итак длинное видео получилось. Всем удачи, счастья, здоровья, пока.